Привет, фотограферы! Какие ваши дела? Надеюсь, у вас все клёво. Меня зовут Виталик и сегодня мы поговорим, что нового завезли в новую версию Lightroom, Lightroom Adobe Classic 2020. Погнали! Обновление вышло еще в начале ноября и это видео немного затянулось с выходом, но я подумал, что лучше я его таки сделаю, чем не сделаю, поэтому маэма ша маэма. Обычно, когда софт обновляется на целую версию, ты ждешь какие-то большие изменения, новые крутые фичи, но с Lightroom все не совсем так. Видимо, он достаточно идеальный. Нет. Чтобы получить новую версию, нужно запустить приложение Creative Cloud на компьютере и обновить Lightroom оттуда. Если у вас есть подписка, конечно. Если нет, то отсюда же всегда можно установить пробную версию. Либо можно поискать на просторах интернета сайты, которые бы одобрил Джек Воробей. Итак, первая новинка – возможность фильтрования папок и коллекций по цветовому лейблу. В одном из предыдущих обновлений появилась возможность назначать цветовые лейблы не только к отдельным фотографиям, но и папкам и коллекциям. А вот теперь можно еще и фильтровать папки по конкретным цветам. Как это работает? К примеру, у вас прям очень много папок и вы теряетесь, что и где. Выбираем папку, жмем правой кнопки мыши на ней, ищем меню Add Color Label to Folder, или на русском это будет что-то вроде «Добавить цветовой лейбл к папке», и выбираем цвет. Теперь жмем иконку лупы в поле поиска слева, вот здесь. Выбираем Color Labels, на русском цветовые лейблы или что-то вроде, и, собственно, цвет. И видим только папки, отмеченные этим цветом. Небольшое улучшение, которое скорее будет полезно тем, у кого огромная библиотека фотографий, куча-куча папок, и кто активно пользуется цветовыми лейблами. Но погнали дальше, есть и более полезные штуки. Множественный одновременный экспорт фотографий. Довольно полезная вещь, как это работало раньше. Допустим, у вас есть одна фотография, которую вы хотите экспортировать из Lightroom в трех разных форматах и размерах. Раньше, чтобы сделать это, вам нужно было бы повторить диалог экспорта три раза, указывая разные форматы, разные настройки в каждом экспорте. То есть для одной фотографии не очень удобно. Теперь же, все иначе, давайте посмотрим. В новом Lightroom теперь можно одновременно экспортировать в нескольких разных форматах и размерах. Допустим, я хочу экспортировать вот эту фотографию. Выбираю, жму File, Export. Создадим первый пресет для экспорта. Выбираем папку, в которую хотим сохранить конечный файл. Я сохраню на рабочий стол. Далее выберем формат. Мне нужен DNG-файл в полном размере. Поэтому я не буду ресайзить и уменьшать фотографию. Слева жмем Add, чтобы сохранить настройки в виде пресета и даем ему имя. Сразу создам второй пресет. Теперь мне нужно превью в JPEG формате. С полным качеством, но размером поменьше. Выбираю Image Sizing и выбираю уменьшать по короткой стороне. Указываю размер короткой стороны. Снова жму слева Add и добавляю новый пресет. Даю ему имя. Готово. Теперь, чтобы экспортировать одновременно в этих двух форматах, отмечаем только что созданные пресеты и жмем Export. Экспортированные файлы появятся в указанной папке. Полезная фича, которая сохранит вам и вашим ручкам драгоценное время и лишит вас лишней вот этой вот рутины. Следующая новиночка – автоматическое исправление неровных краев панорамы с помощью Content-Aware Fill. И это фича, которую Adobe давненько уже представили в Photoshop и улучшили в новом обновлении. Я активно использую ее там, и вот теперь они представили такую мини-версию этой технологии в Lightroom. На русский эту фичу можно перевести как «заливка с учетом содержимого». Content-Aware Fill – заливка с учетом содержимого. Что она делает? Чтобы объяснить, давайте создадим панораму. Итак, у меня есть вот эти кадры, которые я специально снял с мыслью о том, что позже объединю их в панораму. Не самая лучшая панорама, сейчас увидим почему. Выделяем все три кадра, щелкаем правой кнопкой по любому из них. Ищем меню Photo Merge. На русском будет что-то вроде объединения фото, объединить фото. И здесь выбираем панорама. Откроется окно создания панорамы, практически такое же, как и в предыдущих версиях. За исключением вот этой вот кнопки Fill Edges, то есть «залить края». В моем случае края уже слишком неровные и пустые, потому что это всего лишь три кадра. Тем не менее, давайте попробуем. Поставив галочку Fill Edges, мы тем самым активируем тот самый Content-Aware Fill, и Lightroom проанализирует нашу фотографию и на основе содержимого в кадре отрисует недостающие пиксели, заполнив тем самым пустые области кадра. Просто возьмет их из воздуха и дорисует сам, даже несмотря на то, что пример слишком экстремальный. Жмем Merge внизу, чтобы получить нашу объединенную панораму. Довольно круто, согласитесь. Но, но, глядя на то, что делают конкуренты Lightroom, такие как Luminar, OnOne Photo Raw, Affinity Photo Capture One, другие, хочется больше AI-функции уже сейчас. Ну да ладно. С нашей панорамой нам остается только накинуть пресет. Например, вот этот из моего пака, Renis Fiora Adaptive 2, и готово. Кстати, я делал целое видео о паке моих пресетов. Ссылка появится на экране прямо сейчас. Обязательно посмотрите. Далее у нас новый упрощенный экспорт пресетов и групп пресетов. Имею в виду пресеты для обработки фотографий. Не перепутайте с пресетами для экспорта, о которых я говорил раньше. Пресеты для обработки фотографий. Раньше, создав пресет и имея желание им поделиться с другими, нужно было искать его не пойми где, копаться во всех этих папках, искать папки Lightroom, ага, такое. Теперь достаточно нажать правой кнопкой мыши на пресет, выбрать экспорт и просто указать, куда мы хотим его сохранить. Изи. То же самое можно делать и с папками пресетов. Выбираем папку, правой кнопкой, экспорт групп и указываем, куда сохранить. Упростили. Спасибо и на этом. И на этом как бы все. Больше обновлений нет, кроме очередной поддержки новых камер и новых объективов и прочей-прочей мелочи. Не шибко густо, но опять же, маемо шумаемо. Anyway, спасибо за просмотр, ставьте лайк, если было полезно, подписывайтесь на канал и на институт тоже, ссылки в описании. Пишите комменты и главное, снимайте, творите, создавайте. Всем добра, увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. А, да, уже записывал. Что-то я туплю. Снимайте, творите, создавайте. Снимайте, творите, создавайте. Вот это уже бодренько было, да? Да? Да. Бодреньком, бодрячком. Буф, буф. 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 Запомнил же, Виталя, запомнил. Запомнил, запомнил. Снимайте, творите, создавайте. Буф. Снимайте, творите, 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 творите.